МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Когда обнаружили жертву? Я прихожу к восьми. Вместе с парнями, они меня у клуба ждали. Я сразу в тренерскую пошел, парни остались в зале. Они ее нашли. Если вы клуба открываете в восемь, то как сюда попала жертва? Рита? У нее свой ключ. А еще есть у кого-нибудь ключи или вы всем выдаёте? Рита у меня лет десять тренируется. Как родная уже. Вот мы с ней договорились, приходят, когда время есть. Хоть ночью. Я просил бы вас изложить на бумаге все, что вы мне сейчас рассказали. Сержант вас проводит. Ну, что там? Пробита височная кость. Смерть наступила фактически мгновенно. Судмедэксперт высказал предположение, что удар был нанесен тупым предметом. Гантелью, что ли? Да хоть чем угодно. Да девчонка десять лет занималась боксом и так легко позволила себя убить. Ну и что, что десять лет? Может быть, кто-то пятнадцать лет занимался. Время смерти усыновили? Предварительно семь-семь-двадцать утра. Не нравится мне все это. Сначала Голубев, затем его помощница. То, что эти оба убийства связаны, это однозначно, к гадалке не ходи. А ведь девчонка знала что-то. Она мне вчера позвонила, сказал, что у нее есть какие-то соображения. Мы договорились, что я подъеду на канал и… Вот ведь как… А ты уверена, что преследовали именно ее? Что ты хочешь сказать? Ну, то, что ее могли выбрать случайно. Просто потому, что она попала в поле зрения. В любом случае, вам стоило бы вызвать полицию. И Марусью бы сразу забрали. Я не хочу, чтобы она оказалась в детском доме. Ну, думаю, до этого дело не дойдет. Правда? Конечно. Я же обещал тебе. Делай все, вам можно. Спасибо. Федь, а помнишь… Помнишь наш обед с Сережей в ресторане? Мне тогда позвонили, я вышла, а когда вернулась, мне показалось, что Сережа нервничает. О чем мы тогда говорили? Ну, о том, что не нужно нервничать и все разрешимо. Ну… Правда, тогда я не знал, что ситуация решится именно так. Ему угрожала опасность? Это как-то связано с матерью Марусь? Это связано с прошлым Сергеем, и боюсь, что правда о нем тебе не понравилась. Ну, так скажи. А я уже решу. Знаешь, я и сам до конца еще не разобрался, в чем дело. В любом случае, Сергей остается моим другом, и я буду защищать его, та же мертвая. Вы своих детей тоже с утра бутербродами пичкаете? Послушай, поговори с Нелли Ефимовной, она сделает тебе все, что ты хочешь. Тогда жареный барамунди и суп из окульих плавников. Скажу, чтобы сварили овсянку. Я у кого в команде? Прости, не понял, что? Ну, у вас здесь не стол, а целое поле футбольное. Да. С ней действительно не соскучишься. Ну, ладно, мне нужно ехать по елам, а вы чувствуете себя как дома. Спасибо тебе. Ну и что это было? Что за показательное выступление? Не, не показательное. Короткая программа. Ты вела себя некрасиво. Федор большой друг нашей семьи, и мы многим ему обязаны. Я-то не обязана. А элементарной вежливости тебя не учили? Дай-ка подумаю. Учили осьминогов на кусок целлофана ловить, на мотоцикле кататься, как кровь из носа остановить. А про вежливость? Не, не помню. Между прочим, Федор обещал нам помочь. И он обязательно это сделает. Куда же он подевался? По делам уехал. Не помнишь разве? Да я про телефон. Может, в машине его обронила? Не было его там. Я бы заметила. Я всегда все осматриваю. Вдруг что-нибудь интересненькое найду. Ну ладно, может, вечером найдется. Я тут не собираюсь до вечера сидеть. Чем быстрее уйдем, тем лучше. Глупости. Этот твой Федор, он опаснее всех опасных. И глаза у него, как у дохлой рыбы. Так, вот что я тебе скажу. Людям нужно верить. А если считать, что все они хотят причинить зло, то лучше с людьми не жить, а жить, например, с осьминогами. Есть новости, Геннадьевич. Раздобыл адрес съемной квартиры Маргариты Сажиной. Ордерок бы. Александра Войтенко. Что? Так звали женщину, погибшую вместе с голубем. Одна тысяча девятьсот восемь четвертого года рождения. Уроженка Воронежа имеет дочь Мария. Год назад они вернулись в Россию из Черногории. Погранцы помогли? Угу. В любом случае, нам срочно нужно подавать в розыск эту девочку. Беру назад свои слова про осьминогов. А я про дохлую рыбу не беру. Короче, делаем ноги. Ты со мной? Марусь, почему нужно все время куда-то убегать? Потому что так правильно. Мы с Сашей всегда так делали. Вас кто-то преследовал? Не знаю. Просто не было никогда по-другому. Не люблю все эти обнимашки. Прости. Нет, мне нравилась наша жизнь. Жалко только, нельзя было кота завести. А мне очень хотелось. У меня даже был друг, кот. Когда мы жили в этом, как его, бурно. Подожди. Вот мой друг, кот. Это сфинкс. Да, я знаю. Как его звали? Я бы назвала его Домино. Никитос. А, давай быстрее. Я на встречу тороплюсь. Помнишь про подпольное казино, что я тебе рассказывал? Помню. Вот. Мне удалось сегодня ночью туда просочиться и я кое-что поснял. Точнее кое, по-моему. Материал бомба. Хорошо, я посмотрю. Ну что, до вечера тогда? Да, до вечера. И обмозгуем тогда, что с ним делать и под каким соусом подавать, да? Да. Все, давай, пока. Пока. Знаешь, сколько здесь камер на заборе? Двенадцать. Зачем человеку столько? Он очень крупный бизнесмен. И поэтому со всей серьезностью относится к своей безопасности. А, мы в Констанце тоже с одним бизнесменом жили. Так у него, кроме камер, еще и собаки имелись. Правда, его потом посадили. Зато он меня научил любую собаку взглядом вырубать. Не веришь? Почему не верю? Верю. А верю, что мы здесь пленники. Опять ты за свое. Если думаешь, что не так, пойди попроси телефон у охранника. Соньке позвонить. Да нет, я и так вчера весь день ей названивала, а на трубку не брала. Наверное, Соня права. Нам нужно взять паузу. Здравствуйте. Я Маруся. Гостью сюда приехала. К дяде Федору. А можно у вас телефон одолжить? Пожалуйста. Так, девочка, ты чего здесь делаешь? Посторонним сюда нельзя. Я гость. Ну, гостям тем более. Значит, не дадите телефон? Нет, не дадим. Ну, ладно. Расскажу дяде Федору о том, какие вы хорошие. Я на здоровье. С тебя коньяк. Не вопрос. Что удалось узнать? Ну, этот твой Мурадов был киллером в одной крупной бандитской группировке. Молодой парень, бывший ВДВшник. Убор за начинал, но кончил печально. Убрали свои же. Чем не угодил, остается только гадать. Так что то ли решил выйти из дела, то ли начать свою игру, а может все сразу. А чем занималась группировка? Ну, пар стандартный. Оружие, наркотики, торговля нефтепродуктами. Когда начинали бить по хвостам, то повязали нишей, часть среднего звена. До верха добраться не удалось. Все концы были обрублены. Не удивлюсь, если те, кто в живых остался, сейчас по банкам заседают. Слушай, а в деле такое имя, как Александра Войтенко, не встречалось? Ничего похожего. Кто это? Ну, это его девушка, или точнее была какое-то время. Ну, если вовремя соскочила, считай, повезло. Не повезло. Вот. Здесь все, что удалось найти по делу Мурадова. Слушай, хорошее поменье, рекомендую. Ну, Женя, как бы ты охарактеризовал хозяйку? Спарта рулит. Косметики маловато, это точно. Да что маловато? Ее тут совсем нет. Вон, шампунь не тот мужской. Порядок, как в казарме. А тебе больше ничего в глаза не бросается? Нет. А должно? Ну, ты пересмотри, с ним мать. Да ладно тебе, Геннадьевич. Хватит унижать оперативный состав. Давай уже, где? Что? Дорогая женщина, если ты себе такую купишь, то денег у тебя от зарплаты останется ровно на три дня. Ну, погибшая-то у нас дама не бедная была, могла себе позволить. Могла-то могла, да только вряд ли захотела бы. Не тот типаж. Наш типаж – это спортивная майка, заправленная в трусы. А это дамская штучка с претензией. Думаешь? Вика уехал по срочным делам, будет очень поздно, Сергей. Приплыли. Ну, судя по именам, это Голубев записку своей жене писал. Только вот как она тут оказалась? Вот об этом мы вдовушку и спросим. Товарищ капитан, там мужчина пришел, говорит, что он отец. Уже иду. Вот он. Вот он. Примите мои соболезнования, Роман Сергеевич. И что мне делать с вашими соболезнованиями? Куда их сунешь? Понимаю ваше чувство. А я вот что скажу. Все к тому шло. Если девушка квартиру снимает, чтобы мужиков водить, добром это точно не кончится. И много их было, мужиков? Много, не много. Одного я точно видел. Третьего дня. Заглянул я, стало быть, к дочери. Ну, узнать, как она, то да сё. И чего же. Вылезает из комнаты этот черт не тружины. А дочка с ним ссориться начала. Прямо на моих глазах. А он ей угрожал, этот парень? Может и угрожал, а может и жить за ее счет собирался. Погоди-ка. Так вот же он. Тот черт. Опоздал ты, братец. Опоздал. Нету больше Риты. Нету. Я просто хочу знать, где она. Я уже вам объяснял. Я просто хотел ей сказать что-то очень важное. Зачем я только откладывал? Хотел, чтобы она стала моя жена. Сочувствую вам. Я раз в двадцать хотел сучить себе это кольцо. Даже не уверен, что это было нужно. Что мне теперь делать? Для начала взять себя в руки. Когда вы виделись в последний раз? Вчера. Я приехал вечером, но она выставила меня за дверь. Мне показалось, что в квартире кто-то есть. А вы не знаете, кто бы это мог быть? Нет. Что вы сделали после того, как ушли отсюда? Я был очень расстроен. Поехал к друзьям в клуб. Потом мы все вместе поехали ко мне. А друзья это могут подтвердить? Конечно. Вы мне что, не верите? Подозреваете, что это я? Скажите, у Риты были враги? Нет. Но я бы не удивился. Ясно. Что с Голубевой, ты звонился? Нет. Телефон мне из зоны доступа. Интересное кино. Ладно, сам-то не съезжу. Хоть бы и не снес никого из-за расстройства. Накаркаешь сейчас. Тот разговор в ресторане, помнишь, ты спрашивала? Да. Сергей сказал мне, что его нашла женщина, которая угрожала неким компроматом. Не столько ему, сколько одному довольно влиятельному человеку. Имени Сергей не назвал. Сказал лишь, что вся эта история может задеть его самого по касателям. К Сереже можно было как угодно относиться, но он был честным человеком. Я ни на секунду в этом не сомневаюсь, Викуль. Но иногда маленькая оплошность, совершенная в прошлом, может полностью зачерпнуть настоящее. Но я обещал защищать тебе его имя. Спасибо. И защищать нужно не только его, но и девочку. Маруся? Не исключено, что ключ к разгадке находится именно у нее. Она может не знать о ключе, просто носить его с собой. Ее мать была умной женщиной. Раз уж ей столько лет, удавалось уходить от преследования. И что делать? Поговори с Маруся, и вдруг она что-то знает. Хорошо, я постараюсь с ней поговорить. Да, Федь, мне кажется, я где-то потеряла свой телефон. Может быть, у тебя в машине находил? Я нет. Может быть, мой водитель находил? Я уточню. Если тебе нужно позвонить, можешь воспользоваться моим. Возьми. Соня ж, наверное, волнуется. Маруся правда угрожает опасности? Я бы не сбрасывал это со счетов. Хорошо, я поговорю с ней. О, гроза всех застройщиков, товарищ Волков, бюджетный комитет отметился. Короче, слуги народа в естественной среде. Юрка. Черт. Опять играть начал. Значит, Саша тебе точно никакой флешки не отдавала? Нет. Может быть, ты знаешь что-то про аккаунты, Саша, в интернете? Саша говорила, что сеть, потому и сеть. Что сеть. Попадешь в нее, хрен выпутаешься. Действительно похоже на паранойю. Если у тебя паранойя, то это не значит, что за тобой не следят. Это еще что? Саша говорила, возьми, пригодится. Больше она ничего не говорила? Не просила тебя что-то запомнить? Говорила, что когда умрет, будет ждать меня на станции большой камешек. А вот этот ключ, он от чего? Не знаю. Просто красивый. Сперло на Балашином рынке. Если бы у меня был настоящий дом, он бы таким ключом открывался. Что еще? Айпад мне город подарил. С играми. Я в них сто лет играю. Но самая крутая, конечно же, Сани Бани. Я предпоследний уровень прошла, а дальше никак. А больше в айпаде ничего нет? Скайп есть, настройки. И больше ничего. А, вот. Мы с Сашей иногда играли в города. Это важно? Ну, боюсь, что нет. А если города были одни и те же, всегда? Дубровник, Кёльнь, Новосибирск, Карловой Вары, Рикявик. Мне нужно подумать. Ах ты гадина! Облаиваешь кормящую руку? Чахла бы тут сейчас с пустыми мисками, если б не я. Скажи лучше, где мама с Марушкой. Телефон вне доступа. Добрый день. Это следователь Копейкин. Я могу переговорить с Викторией Петровной? Мамы нет дома. А вы Софья, да? Мы уже встречались с вами. Я помню. Я могу войти. Я проверял. Ни в одном каталоге компьютерных игр такой игры не существует. Может, ее специально для Маруи сочинили? Эй, кто-нибудь знает английский? Тут нужно кое-что перевести. А то я только сербский и чешский знаю. Что тебе нужно перевести? Большой камешек. Биг Стоун. Не, не подходит. Попробуй еще. Биг Пэббл. Подходит Пэббл. Вот она эта станция. А я до нее никогда браться не могла. Думала, что глюк. Даже игру удалить хотела. А она не удалялась. Пароль из десяти символов. Ввести в игровое поле. Так. Дубровник. На указателе Дубровник. Дубровник. На указателе 32. Так. Кёльн. На указателе Кёльн. Пятнадцать. Новосибирск. Шестьдесят. Карловой Вары 35. Рейкьявик. На указателе Рейкьявик. Двадцать. Получилось. Что это? Там какие-то документы. Ты позволишь? Нет. Я сама прочту. Здесь собраны факты, схемы и документы, проливающие свет на преступную деятельность Федора Слуцкого, виновного в гибели Константина Мурадова. Вы? А я тебе говорила, а ты мне не верила! Ты хуже этой дохлой рыбы, предательница! Пусти! Пусти меня! Пустите ее! Да. Что? Сколько я тебя знаю? Двадцать лет, Викуля. Двадцать лет. Тебе не в чем упрекнуть меня. Те, кто мог тебя упрекнуть, давно уже мертвы. Мое персональное кладбище весьма скромных размеров. Поверь. Я совсем не кровожадный человек. И предпочел бы другое время и другую биографию. Но мы не выбираем. И не выбирали. Ни я, ни Сергей. Ты хочешь все свалить на мертвого человека? Ну, ты же умная девочка, Викуля. А если бы было по-другому? Разве эта полусумасшедшая баба смогла оказаться в машине Сергея? Ты убил их? Нет. Я приготовил деньги для того, чтобы ее купить компромат. Я готов был заплатить любую сумму. Только бы эта вся история не всплыла. Ради сына. Надеюсь, он не знает, какое чудовище его отец. Не видение моего мальчика драгоценно. И я порву любого, кто осмелится его нарушить. Ничто не должно бросить тень на его будущую карьеру. Какую карьеру ты им готовишь? Политика. А в политике важны репутационные институты. Увы. Ты не сможешь скрыть все концы воды. Рано или поздно они всплывут. Да-да. Всплывут. Как мертвые киты к верху брюхом. Когда я вернулась домой... Никита, они и ночевали дома. С чего ты взяла? Да потому что и сумка, и машина, и документы, все на месте. Их не было ночью и нет весь день. И телефон вне зоны с самого утра. Вот это уже плохо. Ты даже не представляешь, насколько. Днем следователь приходит. Казаться, Риту убили. Это помощница моего отца. А что если... Давай без этих если. Следователь сказал, что будет запрашивать биллинг на сотовой. Подожди. Подожди, я, кажется, знаю. Я бы и сам хотел разобраться в том, что произошло. Почему машина была взорвана? Кто в этом виноват? В конце концов, Сергей мой друг. Думаешь, я тебе поверю? Тебе придется. Так же, как придется молчать обо всем том, что ты здесь услышала, всю оставшуюся жизнь. Ты уверен, что я смогу это сделать? Не надо упрямиться, Викуля. Иначе близкие могут пострадать. Нужно быть извергом, чтобы допустить, что с Сонечкой может случиться что-то ужасное. А может. А ты и правда чудовище. Ну, вот и помни об этом. И о том, что жизнь Сонечки в твоих руках. Хорошо, если я пообещаю тебе молчание. Что ты сделаешь с Марусей? Может быть просто? Смахну тебя. Никто ведь не станет искать маленькую сиротку без документов. Правда? Никто не заявит в полицию. Я тебя напугал. Ну, прости, прости, дорогая. Да. Она маленькая девочка. Никто не станет ее слушать. Маленькая девочка с тяжелой наследственностью. Ну, ничего. Детский дом быстро все исправит. Ах, да, прости. Ты же хотела ее удочерить. А ты знаешь, я не против. Так даже лучше. Так ты нас отпустишь? Да, конечно. Я даже довезу вас домой. Но ты должна помнить об обещании, которое мне дала, и тех последствиях, которые обязательно наступят, если ты это обещание не сдержишь. Так вот. Теперь мы знаем, где Маруська. Лихо у тебя получилось. Да это не у меня. Это у Горана. Он же, типа, крутой айтишник. Он занавшил Маруське в планшет-маячок. Пристегнись. Я не предательница. А теперь она тебя зачем подослала, эта тухлая рыба? Я хочу, чтоб мы уехали отсюда. Я хочу, чтоб ты осталась со мной. Сами с собой оставайтесь. А я поеду к своему другу коту в Бруно. А я тебе говорила, что это ловушка. А ты мне не верила. Погоди, я ж была тут. Точно. Мы ж сюда пару лет назад к Слуцким приезжали. Вот там, в конце улицы Особняков. Да, до конца маршрута сто тридцать метров. Блин, как я сразу-то не вспомнила? Они же старые друзья. Не удивительно, что мама сразу к нему рванула? Лунчик влиятельный. Много может. Ну, это все понятно. Но почему у твоей мамы телефон не работает? Я пошла. Может, я с тобой? Да не, мы сами. Будет маме сюрприз. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Здрасьте, дядя Федь. О! Девочка моя. Рад. Рад видеть тебя. Так мы с тобой не поговорили в прошлый раз. Ну, и не до того было. Понятно. Похороны. Да. Спасибо вам за поддержку. Ну, о чем ты, девочка моя? Перестань. Присаживайся. Как там мама? Уже лучше. А вы разве не виделись? Увиделись. Она приезжала сюда пару дней назад. По поводу той девочки, которую хотела удочерить. Марусе, кажется? Да, Марусе. Значит, ты уже в курсе этой истории и не против, что у тебя появится сестичка, да? Она забавная. А вы ее не видели? Нет. Я только слышал о ней. Это, кажется, дочь той женщины, которая погибла с твоим отцом. Может быть, чаем? Спасибо. А как она, эта женщина, оказалась в машине твоего, отцомилась? Да я не знаю, если честно. Спасибо. Нас не особо в это посвящают. Ну, я обещал твоей матери помощь. И я свои обещания сдержу. Ну, а ты какими судьбами здесь? Я... Да у меня тут друзья неподалеку. Да. Дядь Федь, а я могу туалетом воспользоваться? Конечно. Угу. Черт. Да, мой мальчик, это страшная трагедия, страшная. Ты прекрасно знаешь, как я относился к Рите. Я сам выбирал ее для тебя. Пожалуйста, дождись меня на городской квартире. Я только улажу одно дело и сразу же приду. Ну, вот видишь теперь? Это вчерашние гады на гадской машине. Так, мартышку свою уйми. Сам ты мартышка гомодрил. Маруся. Простите, нам же в город прямо. Угу. Там ремонт на двадцатом километре. Пробка. Так быстрее будет. Андрюха, это Ершов. Особняк Слуцкого. Я тебе сейчас геометку пришлю, засылай туда своих ребят. Беги! Держи ее! Стоять! Отпусти! Отпусти! Я не говорил! Отпусти! Отпусти! Иди, не рыпайся! Не живи. Отпусти! Тихо! Отпусти! Отпусти! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет. Ты их убил? Да. Каждого в ногу. А я знала. Что с мамой и Маруськой? Где они? Не волнуйся, они в безопасности и скоро будут здесь. Это... Это папа их спас? Папа? Чей? Мой папа. Никита Ершов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что? Укачала малютку? Да. Да. Пришлось читать арофоэпический словарь. Иначе не засыпала. Слушай, мам, тебе не кажется, что она странная? Я прям чувствую родную кровь. Угу. Я тоже. Ужасно, конечно, что Слуцкий избежит наказания. Что он уничтожил документы. Да ему и нынешних преступлений хватит. Его охранники с потрохами сдали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что это? Ссылка на Яндекс.Диск. Там документы. Какие документы? Которые у меня в Айпаде были зашифрованы. Ты сейчас пошутила? Это не шутка. Подожди, там была целая головоломка, а это просто ссылка на Яндекс.Диск? Ну да. Там был легкий путь, а это сложный. Ты уверена? Конечно. Саша всегда говорила, сложно найти именно то, что болтается на поверхности. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, решилась? Да. Я все-таки хочу все знать. Отец Слуцкий... Хорошо. В 90-е Слуцкий возглавлял очень крупную криминальную группировку. Штатным киллером в ней был Муратов. Прикрытием для группировки была частная охранная компания КИТ. Ее, кстати, так и называли в народе. Киты. Со временем деньги были вложены в легальный бизнес, в том числе и в телекомпанию твоего отца. И никто бы никогда не узнал о криминальном прошлом Слуцкого, если бы в один прекрасный момент не появилась Александра Войтенко. Слуцкий запаниковал, потому что он знал, что Войтенко была девушкой Мурадова. И решил действовать комплексно. Это прослушка телефонов, сетевые взломы. Этим с его стороны занимались пару айтишников, но остальную грязную работу делали отморозки из личной охраны. Именно так он выманил нас с тобой в промзону. Я все равно не понимаю, почему Риту убили. Рита слышала телефонный разговор твоего отца со Слуцким, ну, о всплывших китах. А потом в его архивах нашла договора с охранной компанией КИТ. Решила передать их Копейкину. И этим самым подписала себе смертный приговор. Ее телефон был на прослушке. Я все равно не понимаю. Он... Он правда думал, что ему все с рук сойдет? Я думаю, что он решил сначала провести быстро грязную работу, а потом уже спокойно, аккуратно все зачистить. Аккуратно все зачистить? Это взорвать машину со своим другом, да? А вот тут, я думаю, Слуцкий ни при чем. Машину твоего отца взорвал кто-то другой. У тебя не заперто? А у меня теперь никогда не заперто. Чтобы если сдохну, дверь не пришлось ломать. Все проиграл. Давно играешь? Отыгрывайся. Он хату заложил. Ты мне ничего рассказать не хочешь? Ладно. В другой раз зайду. Ты и я их убил. Что? Запчатку я заложил. Всего захотел напугать после того, как меня выперли. А ведь двадцать лет. Обидно, Никит. И все рассчитано было, чтобы никто не пострадал. Чтобы только тачку разнесло. Тоже мог знать, что Голубев в три часа ночи захочет куда-то поехать. Да еще не один. Тебя жизнь погубила, Никит. Как жить мне теперь с этим, а? С повинной явишься? По-другому никак, Юр. Я, конечно, хотела, чтобы Соня работала у меня. Но, похоже, на вашем канале появился еще один безбашенный репортер. Я не против трудовых династий. Еще бы Маруся присоединилась. О, нет. На эту девочку у меня другие планы. Ну, теперь она твоя дочь уже официально. Знаешь, я хотел сказать... Тебе пора? Нет, нет, нет. Это я виноват в том, что тогда все так получилось. Так глупо потерять женщину, которую любишь больше всего на свете. Не было и дня, чтобы я о тебе не думал. Даже там в плену. Я очень счастлив, что у нас с тобой есть дочь. Быстро, иначе все пропустим. Марусь, я к экзаменам готовлюсь. Пошли. Пошли. Да что случилось-то? Увидишь. Ну, пойдем. Спорим, что они сейчас поцелуются. Но твои наушники беспроводные. Угу. Может быть, ты дашь мне еще один шанс? Ну, все. Ты проиграла. Дони наушники. А если они сделают это еще раз, то купишь мне лысого кота? Да. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok